Если вы способны видеть прекрасное, то только потому, что носите прекрасное, внутри себя мир подобен зеркалу, в котором каждый видит свое собственное отражение. Зачем нас направили конкретно в эту часть планеты с точки зрения окружающих людей, с точки зрения родителей? Это по поводу существования на этой планете. И другой вопрос, который проверяет мою веру в Бога, кто тот человек, который контролирует нашу жизнь до нашего рождения и после нашей смерти? Вы много во что верите? Вы верите, что до того, как вы родились, вы были где-то, после того, как вы умрете, вы будете где-то еще? Вы во все это верите? Слишком много предположений. Когда у вас так много предположений, невозможно приблизиться к истине. Разве не так? Если вы хотите приблизиться к истине, прежде всего, ничего не нужно предполагать. Итак, если вы заинтересованы в истине, если вы ищете истину, это означает, что вы ничего не предполагаете, не так ли? Если вы уже сделали предположение, вы просто пытаетесь найти подтверждение этому предположению, а это не поиск истины. У настоящего искателя истины нет никаких предположений, он просто ищет. Будем ли мы просто искать или попытаемся подтвердить ваше предположение? М? Вам нужно подтверждение. Вы правы. Это хоть немного приблизило вас? Если я скажу вам, что ваши убеждения верны, приблизит ли это вас к истине? Приблизит. Вы почувствуете себя лучше. А, хорошо, я был прав. Но ведь ничего не решается, не так ли? Жизнь не решается, не так ли? Нет. Таким образом, подтверждение ваших систем убеждений ничего не значит. Это большая проблема с людьми. Они хотят быть правыми все время. Это самая большая проблема. На самом деле, это основа всех конфликтов в мире. Я прав, ты не прав. Вот в чем проблема, не так ли? Разве не так? То, во что я верю, правильно. То, во что вы верите, неправильно. Разве это не основа всех проблем в мире? Будь то в семье, или в обществе, или в мире, или где-то еще. Да? Может быть, мы хоть немного устраним эту проблему? Первое, что вам нужно сделать, это, в конце концов, это ваши убеждения. И ваши убеждения не являются вашими. Вы их от кого-то подобрали, не так ли? Ваш священник, или мулай, или отец, или мать. Кто-то вложил их в вас. Разве не так? Вы их переняли у кого-то? Все зависит от того, насколько сильно они на вас подействовали. Над вами поработали довольно сильно. Потому что в противном случае на карту поставлен бизнес. Так вот, то, что вы предполагаете, может не иметь ничего общего с реальностью. И когда вы пытаетесь понять что-то, что находится за пределами физического, с физическим контекстом, этого не произойдет. Вы пытаетесь воспринимать нечто, что находится за пределами физического, через чувственное восприятие. Этого не может произойти. И вот вы хотите измерить глубину океана, но вы пытаетесь это сделать линейкой. Очевидно, вы придете к неверным выводам. Разве не так? Если вы хотите измерить глубину океана, ваша первая задача — получить правильный инструмент для измерения. Да? Да или нет? Это то, что нужно сделать первым делом. Это все, что я хочу сказать. Вы хотите познать что-то за пределами физического. Первое, что вам нужно сделать, это получить восприятие, которое находится за пределами пяти органов чувств, которое может воспринимать то, что не является физическим. Только тогда вы познаете. Иначе вы можете только верить или не верить. Не так ли? Если я скажу вам, что Бог на самом деле у меня в кармане. Эти люди мне поверят. Это нелепо. Мы в это не верим. Но если вы хотите, я могу рассказать вам более сложную историю, над которой мы можем поработать и заставить вас поверить. Не так ли? Сейчас Бог у меня в кармане. Эти люди поверят мне, а эти не поверят. Стали ли эти люди ближе к Богу, чем были раньше? Стали? Или, может, те люди от Него отдалились? Нет, ничего не изменилось. Не так ли? Так зачем же мы тратим время, пытаясь подтвердить наши предположения? Вы должны усилить свое восприятие, потому что только воспринимая, вы познаете. Другого способа познать не существует. Ведь так? Вы познаете что-либо, только когда почувствуете это, до тех пор вы этого не познаете. Это реальность? Это реальность? Люди, которые не разговаривают со мной, это реальность? Да. Если вы воспринимаете, вы познаете. Если вы не воспринимаете, вы не познаете. Вы не хотите признать, что вы не знаете, поэтому вы верите. Разве не так? Если вы просто пытаетесь пройти социальный тест, вера — хороший способ сделать это. Но если вы действительно хотите знать, то вера — не лучший способ. Вера дает вам уверенность. А дураки, обретающие уверенность, опасны. Понимаете? Когда идиоты становятся очень уверенными в себе, это очень, очень опасно. Разве не так? Вы замечали, что умные колеблются? А глупые уверенные? Замечали такое? Непоколебимая уверенность. Потому что, когда вы просто верите во что-то, у вас будет непоколебимая уверенность. У вас не будет сомнений ни в чем, потому что вы ни к чему не применяете свой интеллект. Вы на 100% уверены. Если вы способны видеть прекрасное, то только потому, что носите прекрасное, внутри себя мир подобен зеркалу, в котором каждый видит свое собственное отражение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok